Сегодня мы поговорим про удаление старого перманента с помощью неодимового лазера. Люди приходят и хотят сделать коррекцию старого татуажа, потому что он или уже побледнел, или стал серым, синим. Сейчас в моду пришли тенденции на натуральность. Раньше форма была, делали узкую, тоненькой ниточкой. Раньше были другие техники. Это были татуаж больше как татуировка. То есть били татуировочными пигментами, которые залегали глубоко в кожу. И через время мы получаем как раз вот эти вот серые и синие брови. Девушки поняли, что это не модно и хотят уже современные брови, пудровые, более натуральные. Поэтому перебить или сделать коррекцию сверху на вот этот вот старый татуаж практически невозможно. В процессе это еще может выглядеть нормально, но по заживлению они получат, по сути, две брови. Нижняя бровь, вот эта вот синяя, серая, она все равно будет просматриваться под новым татуажем. Поэтому отправляем девочек на удаление неодимовым лазером. Сейчас это реальный выход из ситуации для того, чтобы прийти к новым бровям, к новым красивым современным. У девушки татуаж сделан 15 лет назад. Где-то 5 лет назад была одна процедура удаления. И сейчас мы будем продолжать удалять брови. По поводу вообще количества сеансов не скажет ни один мастер. Почему? Потому что никто не знает, какая глубина залегания пигмента, какие пигменты. Все зависит еще от количества слоев. То есть сколько раз клиент обращался к мастеру и сколько там делается вот это вот нанесение бровей. Все от этого зависит количество процедур удаления. За одну процедуру вам не удалит ни один аппарат. Это может быть и 3, и 4, и 5, и 7 процедур. Все зависит от плотности залегания самого пигмента. Процедура, конечно, не из приятных, но девочки терпят плюсом процедуры, что это происходит очень быстро. То есть буквально по 30 секунд на одну бровь в этом заключается все наше удаление. Во время процедуры мы, конечно, подосветляем бровь. Но само действие лазера заключается в том, что мы разбиваем крупную частицу пигмента на более мелкие. И в течение месяца пигмент выводится по лимфатической системе из кожи. То есть окончательный результат от проводимой процедуры мы можем увидеть только через месяц и оценить результат. Через месяц можно будет повторить эту процедуру и до достижения, до максимального осветления вот этих вот бровей для того, чтобы создать максимально светлый фон для следующей работы. Можно убрать и татуировку на теле, небольшую татуировку, потому что если это будет масштабная какая-то работа, которую хочется подосветлить, это очень болезненно. Это большое напряжение на организм, то есть по выведению через лимфатическую систему. И во время работы используется охлаждение с помощью хладоенных пакетиков. То есть прикладывается к коже, приложили, поработали, приложили, поработали, потому что человеку таким образом не так сильно больно. То есть удаляем в основном небольшие татуировки, какие-то надписи. Их можно подосветлить, максимально сделая такими полупрозрачными, для того, чтобы на этом месте можно было сделать в дальнейшем красивую какую-то современную татуировку.